В Германии снова разразился скандал. Были выявлены фальшивые украинские беженцы. В Германии сотни румынов выдавали себя за беженцев из Украины. Напомню, в Германию прибыли более миллиона украинских беженцев и приблизительно 700 тысяч из них получают государственное пособие Бюргергельд. В Германии были пойманы на лжи сотни граждан Румынии, которые выдавали себя за украинских беженцев. Они делали это для того, чтобы получать помощь. По данным издания, самозванцы были пойманы в Германии под видом нуждающихся в помощи беженцев из Украины. Они получали деньги и жилье. В частности, румыны появлялись там, где немецкие власти предлагали помощь беженцам. Они говорили, что находятся вне зоны конфликта и нуждаются в поддержке, как и все беженцы. Им были созданы все условия – жилье, еда и постоянная помощь, сказано в сообщении. Однако позже несколько волонтеров поняли, что многие беженцы не разговаривают на украинском языке. Это и привлекло внимание власти. Было начато расследование и выяснилось, что только на юго-западе Германии более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, но хотели бы ими быть. Среди них много румын, воспользовавшихся ситуацией в Украине и доброжелательностью власти в Берлине. И это не первая такая ситуация. Мы уже касались этой темы месяца два назад, когда один из городов Германии отказался принимать беженцев вообще из-за интересной ситуации с украинцами. В Германии столкнулись с отказом муниципалитета принимать беженцев. Мэр муниципалитета Гахенбах в Нижней Баварии отказался принимать беженцев и в этом решении его поддержали местные жители. Все дело в том, что беженцы, которые проживали в двух зданиях, которые муниципалитет выделил для этих нужд еще с 2015 года, систематически нарушали правопорядок. Также часто оскорбляли местных жителей и с ними было связано другие неприятные инциденты нарушения дисциплины. Также фиксировали случаи нападения. Устраивались громкие пьяные вечеринки. Покой в муниципалитете был нарушен и местные жители были этим серьезно недовольны. Впоследствии сирийских и африканских беженцев выселили из этого жилья и поселили туда украинцы. Правда, которые говорили на румынском языке и были цыганской внешности. И было подозрение на то, что паспорта были куплены для того, чтобы воспользоваться ситуацией. Они также были выселены по похожим причинам. И мэр на данный момент вообще против приема беженцев. Также из последних новостей. Один из крупнейших городов Норвегии Драмен, несмотря на предупреждение от правительства страны, решил принимать только украинских беженцев. Совет Драмена обосновал свое решение тем, что украинских беженцев будет легче интегрировать через существующее мультикультурное население Драмена. Однако муниципальный прокурор заявил, что решение незаконно. Похожей позиции придерживается и Польша. Она также согласна принимать только украинских беженцев. Из-за того, что они являются выходцами из похожей культуры. Это вопрос выживания западной цивилизации. Если мы будем открыты для всех форм миграции, наш мир рухнет. Что не очень нравится Евросоюзу, который придерживается позиции распределения мигрантов и беженцев более равномерно по всей территории ЕС. Субтитры создавал DimaTorzok